всем привет ребятки это серия уроков по лоджику про я очень часто натыкаюсь на вопросы какие-то как сделать как поменять как настроить как сделать то или иное и я решил понятным языком для обычных ребят без каких-то заумных терминов просто сделать мини курс из там серии 10 к примеру видосов может быть побольше просветить грубо говоря самые нужные темы то есть могу сказать что функционала в любой программе очень большое множество различных кнопочек функций и так далее но мы зачастую я заметил что не всеми пользуемся мы пользуемся только исключительно теми которые нам нужны для работы вот в силу скажем так своего опыта практики я решил записать самые актуальные темы на посвященные лоджику pro x вот и мы будем поэтапно грубо говоря погружаться конечно рассчитан этот курс больше мини курсик такой рассчитан он больше на новичков то есть те кто именно хоть хотят погрузиться в сферу звуков сферу записи создания музыки и так далее мы будем соответственно плавненько погружаться от начала открытия лоджика до написания симфонических оркестровых композиций вот так что поехали и первое что мы видим при открытии лоджика про у меня версия не самая последняя но это неважно то есть национал остается весь тот же просто в новых версиях что-то добавляется но как бы все остается по-прежнему первое что он нам предлагает окно которое открывается у нас это создать определенную дорожку то есть стартовую в рабочей нашей зоне у нас есть software инструмент это мы можем выбрать соответственно здесь любой инструмент который у нас установлен то есть в ст какие-то да синтезаторы от apple до от дополнительных которые мы установили либо купили либо скачали вот и так далее то есть это все что связано грубо говоря с миди аудио он предлагает нам сразу создать аудиоканал соответственно аудиодорожку с входным сигналом то есть входной сходным инпутом первым вторым либо стерео либо можно bass либо surround создать либо новый input я потом в дальнейшем покажу как работает с аудиодорожками делать записи для чего вот это нам необходим выбор потом мы можем создать драм сессию это встроенный драмер от лоджика выбрать соответственно сразу определенный стиль external midi это просто дорожка миди ну потом тоже объясню и в дальнейшем чтобы сразу не забивать вашу голову guitar and bass это сразу сессия грубо говоря для инструментов она накидывает сразу определенные настройки определенные плагины для сразу для записи вот мы выберем по стандарту аудио аудиодорожку как уже сказал здесь есть возможность выбрать input и output output по стандарту выбирается стерео выход также можно выбрать вас чтобы допустим сделать посыл сразу на определенную какую-то обработку к примеру да и уже этот бас по отдельности нас настраивать и пух спускать к примеру на output тот же но это вот эти вот скажем так посылы шины на это отдельный урок будет в следующем чтобы понять разобраться как допустим записать обработку допустим какого-то синтезатора на бас шине да и и и соответственно записать то есть вот эти посылы я все объясню дальнейшем вот здесь я всегда оставляют и штатные настройки у нас есть возможность отстроить сразу выбрать настройки input devices и output devices у меня в данном случае стоит в аутпуте в аудио настройках многовыходное устройство это скажем так функционал такой отдельный для abs ки чтобы можно было писать и звук одновременно и звук точнее голоса и звук с лоджика вот input device как раз у нас стоит карта наша scarlet 2 и 2 focus right в данном случае вот и вас соответственно будет любая другая карта по настройкам дальше вот по аудио настройкам buffer size отвечает за sample rate нашей входного сигнала то есть нашей записи тем самым мы можем sample rate как сделать минимальным чтобы у нас соответственно не было нагрузки на cpu мы могли записывать те же инструменты без задержки то есть могу так сказать если вы хотите записывать инструменты аудио то сто двадцать восемь двести пятьдесят шесть битрейт buffer size точнее sample rate обеспечит вам запись практически без задержки если вы будете накидывать какие-то медьюхи какие-то в ст возможно появится задержка но тогда у нас есть режим low down или как то так я потом посмотрю как он называется который соответственно делает в байпас все наши в ст все наши миди и тем самым обеспечивает опять же минимальную задержку вот если вы хотите работать уже в последних пост обработки то есть делать уже какую-то обработку наших аудио и миди тогда конечно лучше выбрать buffer size 1024 то есть логика такая сначала мы записываем в минимальном сэмпл рейте когда все записали включаем 1024 и тогда у нас появляется возможность работать с максимум скажем так обработкой до без каких-то щелчков без каких-то искажений потому что если у нас будет много миди много всяких различных сэмплов повешено то могут возникать искажения потому что сэмпл рейта не будет хватать для обработки скажем так данных включенных наш трек сэмплов до медьюх вот и он не будет тянуть и поймут появляться искажение вот дальше это точные настройки задержки потом процессинг тридц это включение скажем так ваших распределения нагрузки на ваши процессоры то есть чем больше у вас процессор к примеру четырех восьми там ядерный вот тем больше есть возможность распределить cpu на несколько сразу ваших процессоров вот он как-то их делит там частями и можно включить как бы максимально чтобы не нагружать их отдельно какие-то ну и вот эти настройки дальше мы не будем пока разбирать чтобы не забивать опять же вашу голову я отдельно про них расскажу когда он мы будем когда я сделаю ролик про настройки вообще все настройки нашего проекта то есть мы затронем отдельные всякие темы вот поехали то есть первое открытие мы создаем дорожку и у нас появляется наша область с треком нашим да вот первый и вот здесь как раз мы уже будем видеть нашу запись нашу наши как бы изменения работу с дорожками именно вот в этой области слева мы можем наблюдать наш мини скажем так пульт который можно также вызвать с помощью кнопки x и вывести к примеру на отдельный экран здесь скажем так мы увидим все дорожки которые мы используем в рабочей области но в формате микшерного пульта соответственно с помощью x также можно его закрыть закрыть но зачастую нам хватает нашей дорожки вот я создам еще одну дорожку можно продублировать вот эта кнопочка дубль это создать новую то есть также можно выбрать определенные настройки мы создадим create вот тем самым мы в микшерном пульте можем наблюдать выбор нашей нашей дорожки в рабочей области аудио 2 выбран аудио 1 то есть следовательно очень удобно работать с какой-то одной дорожкой смотреть также что сразу на выходе плюс при создании баса мы также видим мастер-канал у нас меняется на шину нашу на бас то есть у нас минимальный функционал который нам необходим для работы больше ничего не нужно если мы хотим уже более детальную отстройку ты мы можем открыть микшерный пульт x с помощью клавиши горячий x и здесь уже посмотреть определенные какие-то настройки отстроить баланс поработать сразу с несколькими плагинами и так далее все этого достаточно для старта можно открывать следующий урок следующий мы разберем уже детальные настройки перед записью перед обработкой и записью инструментов и в ст плагинами вперед